Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Глеб и Оля Жемчуговы продолжают ругаться. Они попытались поговорить, но разговора не получилось. Оля пишет, сегодня был, наверное, финальный разговор. Для мужа проект – это работа, а для меня нет. Я все пропускаю через себя, отношения портились, портились и испортились. Оля сообщила своим подписчикам о своем решении уехать с проекта. Все решено, пишет она, в голове четкий план действий. В ближайшее время я уезжаю с телепроекта Дом-2. Всем спасибо за поддержку. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко на Лобном снова объявили себя парой. У них новый этап отношений, они заселились в комнату. Дима даже вернул Ольге помолвочное кольцо. Валера Блюмингранц и Тата Абрамсон озвучили свою версию. Они считают, что Дима и Оля сошлись совершенно по другой причине. Оказывается, Дмитренко продал машину и сейчас у него около 500 тысяч рублей налички. Рапунцель узнала о деньгах и решила вновь возлюбить своего бывшего. Катя Кауфман и Илья Ябаров до сих пор вместе, они даже признаются друг другу в любви. Ребята были гостями студии на прямом эфире. Звонили родители обоих, мамы одобряют их выбор и верят в их чувства. Илья в эфире обратился к зрителям с просьбой больше не называть Катю коллекционершей мужчин, потому что отныне она его девушка. Марина Африкантова и Андрей Чуев отметили в Дубае день рождения Марины. Мы с Андреем прекрасно провели мой день. Было очень весело. Причем это только начало. Еще будет масштабное празднование. Мы готовим сюрприз. А первый сезон на Сейшелах выходит на финишную прямую. Ваня Барзиков все-таки сделал выбор и решил построить фиктивную пару с Юлией Тепловой. Ваня подкатывает к Юле, пишет Рита Керн, и собирается строить отношения с ней на глазах у Иры Пинчук. Ира никак не реагирует на это. Марина Мексика задумалась о будущем. Совсем скоро, 25 октября, участники Острова Любви улетают в Москву. Я пришла к Задойнову с предложением по окончании реалити-шоу пойти на поляну Дом-2, где он сможет доказать всю серьезность намерений по отношению ко мне. Саша пытается добиться прощения у Марины за ту ситуацию с Юлией Тепловой. Мексика рассказывает, «Саша стал мега-активным по отношению ко мне. Свидания, выезды за периметр. Он попросил прощения за ситуацию с Юлей, но мне этого недостаточно». Бывшие участники проекта Женя Кузин и Саша Артемова подумывают о свадьбе. Кузин рассказывает, сегодня проводил свадебное торжество, и впервые Саша поехала со мной. И случилось чудо, моя любовь поймала букет. Я не верю в приметы, но чувствую, что что-то происходит. Артемова говорит, что это уже второй ее букет. Первый она поймала на свадьбе у своей сестры. Как вы помните, Ксения Бородина анонсировала открытие своей новой линии одежды. Теперь ее муж рассказал, что он создал свой собственный бренд. «Я недавно приобрел швейную фабрику, нанял мастеров и привлек крутых дизайнеров. Я создал бренд и назвал его скандал. Начали мы с одежды на каждый день. В будущем у нас большие планы и горы и деньги». Бывшая участница проекта Катя Гужвинская опубликовала фотографию, на которой она рекламировала юбку. Кате показалось, что она получилась не очень удачно, что у нее слишком широкая талия, и она сделала в фоторедакторе себе осиную талию, что смотрится совершенно неестественно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.